В школе номер 7 в микрорайоне Крутые Ключи Самары для учащихся старших классов прошел урок мужества, посвященный Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Дети узнали, как себя вести при обнаружении подозрительных предметов и прослушали инструктаж о правилах поведения в экстренной обстановке. В этот день мы говорим с ребятами о том, что должно быть на нашей планете, мир, добро, как бороться с терроризмом, какие меры мы можем предпринять, как можем себя вести в опасных ситуациях. Во время урока мужества старшеклассникам рассказали о том, что случилось в городе Беслан в сентябре почти 20 лет назад. Эта история нашла отклик у нынешнего подрастающего поколения. В 2004 году в сентябре в городе Беслан в школе погибло более 300 человек, среди которых 186 пали жертвами терроризма. Это были дети. Очень грустные и печальные эмоции из-за того, что погибло такое огромное количество детей. И я надеюсь, что это больше никогда не повторится. Памятные мероприятия в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом прошли во многих образовательных учреждениях Самары. Это всероссийская акция, которая уже проходит не первый год и, скажем так, имеет очень большие традиции. Данная акция проходит во многих образовательных учреждениях городского конца Самары, но здесь центральная площадка данной акции. Урок мужества в школе номер 7 Самары завершился акцией «Капли жизни». Заложники теракта в Беслане все три дня провели без воды. И эта акция олицетворяет память о жертвах. Участники акции помогают напоить их, набрав в руки воду из чаши и поливая растения. Также в этот день в Софийском соборе было совершено особое поминовение жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, которые отдали жизнь, выполняя свой служебный долг. Андрей Бессонов, Галина Топилина, Игорь Казановский. События.